всем привет с вами ваша танюша я сейчас в морозилке наводила порядок и нашла у меня иду к мамулечке к любимой вот этот веточка колонхой который упал то ли на 14 февраля и не помню то ли на 8 марта отвалился его в рюмочку поставила так в бокальчик мой малыш заболел представляете заняться там блоггингом до youtube качать то имейте ввиду что вот эти давно ты у меня не было капец все же пишет ты в чем пойдешь ты в чем пойдешь всем привет с вами ваша танюша начинаю новый влог сегодня наконец-таки долгожданные выходные и мне каким-то чудом удалось сегодня сплотить всех своих подруг пойти на вечеринку мы сегодня все девчонки но не все конечно мои подруги но многие из моих подруг сегодня идем потусить до сегодня в эмбарго у нас такой клуб на левом берегу дона есть какая-то вечеринка какой-то там диджей приезжает мне абсолютно все равно что там за диджей но мы идем сегодня тусить представляете прям нас там человек 10 банда да кто-то со своими парнями мужем кто-то в общем там отпустили мужья парни и переполняют меня эмоции на самом деле я уже давно никуда не выходила наверно крайне раз в том году это было даже не помню уже честно сказать и наконец-таки мне удалось собраться и чтобы у меня время было и у девчонок тоже что получалось в общем как то так я организовала всех и сегодня мы встречаемся в вечеринка у нас будет наверное если девчонки будут не против я вам немного сниму пока не обещаю ну надеюсь что познакомлю вас со своими подругами вы спрашивали какие у меня подруги с кем я дружу сегодня вот такой вот будет день я вас ну я вам так периодически показываю своих девчонок да подруг но сегодня возможно я покажу вам еще даже часть своих подруг любименьких вот короче есть сейчас ездила моталась по делам город азов за 3 9 земель нужно было там отвезти кое-что кое-что забрать я думала в дороге сниму но в дороге была жуткая дорога такая напряженная в общем пробки сумасшедшие совсем не было желания ничего записывать хотелось быстрее добраться домой и уже начать собираться потому что времени уже не так много скоро ко мне подъедут часть девчонок часть девчонок поедет сами туда я поеду на машине я не пью я буду сегодня выгуливать мои девчонок пусть они сегодня расслабиться а я их покатаю вот и короче жду сейчас подберу себе наряд подобающий и жду девчонок все уже пишут ты в чем пойдешь ты в чем пойдешь ну короче я еще не знаю чем я пойду я сейчас пойду выбирать себе образ вот ну пару идей конечно уже у меня имеется но это еще не окончательно я сейчас вот что-то буду примерять и покажу поделюсь с вами у меня камера криво короче наверно надо сделать какие-то локоны на голове там обязательно так тоже криво там наверно обязательно будет фотосессии ну конечно же каждый раз на всех вечеринках но я надеюсь конечно сейчас из-за этой пандемии бывает часто там закрывают вот эти вот что доступ к тому чтобы фотографировали или что-то снимали но я очень хочу конечно чтобы этого с не было сегодня и чем-нибудь там хотя бы кусочек там снять много не буду снимать там в любом случае будет музыка которую youtube меня заблочит и конечно же там будет темно вот но что-то если будет интересного и будет возможность снять я конечно же вам сниму поделюсь обязательно рассказала в общем я побежала собираться нужно что-то выбрать красивенькая вот я немного нервничаю ах да в моем доме появились цветы представляете ну наконец-то наконец-то мне мой друг старый друг вот такой вот букетик презентовал но я конечно ему намекнула о том что недавно никто цветы не покупал его то вот бабушка прям так и хочет чтобы у него купили букетик ну и конечно же я вот так вот их получил одну немножко как бы хитростью но тем не менее знаете ли мне все равно приятно я обожаю нарциссики они безумно пахнут прям вообще круто и я вот прям такой вот шарик шарик целый огромный шарик теперь уже у меня стоит вот в вазочке пахнет на всю кухню я счастлива как никто побежала собираться ну чё курочки готовы на вечеринку да мы короче приехали в этот эмбарго наконец-таки я собиралась долго поэтому не сняла ничего наша вторая часть девчонок уже на месте а я а я вот здесь короче так что освещение вообще освещение жутко а что здесь нельзя снимать поэтому я отключаюсь а Мы пойдем направо, подождем, о чем мы стоим? Приготовила себе обед, ужин и завтрак. Овсяночка любимая на газе. В общем, будем скидывать килограмм. Он у меня как прилип, так и никуда не хочет от меня деваться. Я вынуждена вот так вот себя немножко сейчас, конечно, помучить вот этими вот супер диетическими продуктами. Ну, что делать? Оно и даже полезное, я думаю, будет мне, да и вообще каждому. Скоро уже, блин, лето, ё-моё. У меня случилась беда. Мой малыш заболел, представляете? Что-то стал перегреваться, короче, и тормозит видео. При обработке. Поэтому я себе сделала перерыв. Ну, привезла компьютер к мастеру. Сейчас смотрит. Говорит, нужно попробовать заменить термопасту. Представляете? Вот такая вот штука. Я первый раз, конечно, вижу все вот это вот в глаза. Но термопасту в этот вентилятор надо раз в год хотя бы заправлять, как мне сказали. И тогда он будет нормально охлаждать. А так у меня получается так, что он, вентилятор, короче, вроде бы чистый, вроде бы работает, все нормально. Но термопаста, походу, уже использована, да, израсходована там как-то за, во сколько он у меня, уже лет 6 этот ноутбук, 7, наверное, не меньше. Короче, надо заправить сейчас вот это вот дело. Вот. Будем надеяться, что таким образом мой малыш будет нормально работать. Иначе у меня такое торможение осталось, что я каждое действие жду, чтобы кликнуть мышкой, да, ну, где-то секунд 20, наверное. Представляете, насколько у меня увеличилась работа теперь из-за этого всего. Но если не поможет, придется влезать в кредит, что-то новое покупать. А меня тут клубникой почуют с чаем. Ай, красота какая! Блин, просто сказка. Кстати, клубничка турецкая, но сладенькая уже. Я уже попробовала. Починили мне моего малыша. Я уже дома. Готовлю для вас новое видео, кстати. Кстати, была сегодня в магазине Маяк. Сняла для вас мега крутой обзор. Магазина вообще столько новинок. Привезли обалденных. Прям вот рекомендую посмотреть видео. Я сама была в шоке даже. Ну, прям вот старалась снять именно вот только новинки. Поэтому обязательно зайдите, посмотрите. Если у вас в городе вашем есть магазин Маяк, если вы его посещаете, обязательно зайдите, посмотрите. Кстати, многие товары в Маяке по стоимости ниже даже, чем в фикс прайсе. Представляете? Да, я была в шоке. И, короче, я там сделала закупочку. Сделаю отдельное видео. Но сейчас у меня пока идет обработка видео. Я сейчас пойду снимать для вас второе видео уже. Мои покупки. Обзор. Будет отдельное видео. Тоже уже, думаю, выйдет раньше, чем этот влог. И вы тоже сможете посмотреть уже, если вы вдруг не смотрели. Обязательно посмотрите. Я там взяла много чего новенького на пробу. И буду делиться с вами своими впечатлениями о моих покупках тоже. Так, ну, я сегодня что? Блин, сегодня вообще сумасшедший какой-то день. Весь в звонках, в работе. Я в суете, в дороге просто уже языком еле ворочаю. Наговорилась. Столько всего сегодня переделала. Я прям в шоке. У меня сил нет. Я не знаю, как я сейчас буду еще снимать видео второе. Но надо снять по-любому покупки. Потому что их нужно разложить в холодильник. Что-то тоже. И, конечно же, вообще как-то... Если я не люблю, я уже нацелена. Да, я должна сделать, доделать все до конца сегодня. То есть, как бы, ну, откладывать это на завтра, на другой день, на другой раз. Как-то не хочется. Вот. Поэтому сейчас пойду снимать вам видео, обзор. Что еще хотела рассказать? А, ну, в принципе, из самого грандиозного. У меня сегодня это была прям трагедия с моим ноутбуком. Я переживала, уже думала, придется реально в кредит влазить. Ну, сейчас мне сказали поработать. Посмотреть, как он будет себя вести в процессе работы. Просто он у меня стал задыхаться. И вот так тормозить, короче. Прям, знаете, вот этот вот процессор там выдел как-то. И нагревался очень сильно. А я запереживала. Уже начала подбирать себе новые компьютеры. Думала, или ноутбук, или компьютер взять все-таки стационарный. Себе собрать в кредит. Ну, короче, не знаю. Сейчас поработаю, посмотрю денек-другой, как он будет себя вести. И надеюсь, все обошлось. Потому что денег вообще лишних нет. И у меня и так есть еще кредиты, которые я плачу. Мне сейчас это будет вообще не в тему, конечно же. Вот. Так. Ну, в принципе, в принципе, в принципе, все. Пойду, наверное, сейчас перекушу что-нибудь. Хотя, не знаю, наверное, наведу себе чаечку и просто передохну. Если что-то еще интересного будет, я вам обязательно это все запишу. Поделюсь, конечно же, с вами. Делюсь с вами своими вкусняшками. Разморозила кокос нарезанный. Да-да, разморозила. У меня еще лежит целый кокос. Я его недавно в Ашане брала, если помните, показывала. Я сейчас в морозилке наводила порядок. И нашла у меня еще кукуруза. Тоже размораживаю. Дыня кусочками тоже с лета замораживала. Размораживаю. И кокос вот так вот я его нарезала. Прошлый раз, когда покупала. И то, что не доело, я его заморозила. Сейчас я его просто уже разморозила. Новый кокос мне неохота расчищать, расколупывать. Поэтому я решила, что раз уж под руку попался, почему бы не разморозить. А вот это у меня, вот это. Это у меня клубничный щербет. Представляете? Это свежая клубника. Я летом делала ее в блендере. Без сахара перекрутила. И просто в контейнер залила все. Ну, у меня несколько таких контейнеров. Я залила и заморозила. И вот так вот за зиму я достаю себе. Отколупываю кусочками. И размораживаю. В общем, сейчас у меня будет такой вот вкусный, полезный ужин. Ну, я, конечно, все это сразу не съем. Что-то останется на завтра. Оно не испортится. Но в любом случае, вот такие у меня вот экзотические зимние. А, не, они зимние. Уже весенние, да. Ну, не сезонные. Но, и мои любимые вкусняшки. Вот. Люблю такие радости себе делать. Да, кстати. Я забыла вам показать. Я себе переделала, но забыла вам показать. Я переделала себе ногти. У меня сейчас такие вот нюдик. Они, можно сказать, прям тон в тон с натуральными. Мне надоели те голубые. И я решила переделать. Так что, здесь освещение какое-то не очень. Ага, вот так вот получше. В общем, думаю, еще завтра покрыть их блестками. Чтобы они как-то более празднично, что ли, смотрелись. Впереди ведь скоро Пасха. Хочется чего-то такого интересненького. Тоже. Ну, в принципе, они меня и так устраивают. Ну, может быть, добавлю блестки. В общем, отдельного видео не делала по маникюру. Потому что ничего в них такого прям нет. Я вообще думала их снять полностью и дать им какое-то время отдохнуть. Но они настолько свои все равно, знаете, тонкие, что я боюсь, что их попереломают. Поэтому не стала рисковать. Поэтому не стала рисковать. И оставила их вот такие вот натуральные. Блин. Сегодня целый день сплю. Ну, как целый день сплю. То есть, утра поработала, полдня поработала, все попеределывала. Сделала девочке ногти. И очень устала. Кучу работы в компьютере там попеределала тоже. И не знаю. В шесть вечера легла спать. И сейчас знаете сколько? Сейчас двенадцать. Я вот встала недавно. И двенадцать ночи. Двенадцать ночи. Я сейчас вот поем. И буду стараться опять идти уснуть. Не знаю, конечно, получится у меня это или нет. Но я прям дико устала. Это после вчерашней все вечеринки. Мы с девочками все, короче, что-то собрались. Здесь в клубе было жуткое освещение. Я не знаю, вы там что-нибудь разберете в видео, которое я поставляла во влоге. Но, к сожалению, там невозможно было что-то снять. Вот. И вчера гуляли мы до четырех, до утра. Где-то до полпятого. Ну, девчонкам там классно. Они на веселе, да? С коктейльчиками. Но мне, в принципе, без разницы там что. Что пить, что не пить. Я совершенно на это как-то не акцентирую внимание. Но я сегодня, да, вот после вчерашнего нашего такого выхода в свет, да, отдохнули, потусили. Я сегодня как разбитая корыта. Я еле отработала. Мне нужно было сделать девочке. Но это моя подруга, да. Мне нужно было сделать ей ногти. И, кстати, мы с ней вчера тоже, она в клуб ходила с нами все вместе. Она сама разбитая. Она говорит, я еле живая. Сегодня еще вот это мы ногти делали ей обе в полудреме. Это было вообще, конечно, трэш. Но сделали кое-как ногти. Она довольна. Я говорю, давай сниму, покажу на влог. Она такая, не надо, пожалуйста. Ну, ладно. Короче, Сашенька моя подружака отказалась. Показывается, здоровается сегодня. И ногти свои показывать тоже отказалась. Ну, в следующий раз, может быть, придет. Я ее поснимаю немного. Или ногти ее хотя бы. Вот. В общем, потусили мы вчера. Зачет. Нет, слышно вам? Синвестер Андреевич снова под включенную камеру. Просится на улице. Надо выпускать. Ладно. В общем, буду ужинать. И тело ложится спать. Так что... Фух, попробую что-нибудь завтра вам поснимать. А на сегодня, я думаю, у меня уже тоже как-то сил нет. Выбилась. Но хоть что-то все равно с вами сегодня пообщалась. Записала, поделилась, рассказала. Смотрю, думаю, что это мне за огонь горит. Он там на столе. А это же мои нарциссы стоят. Мои красивые. Класс. Обожаю цветы. Вот. Все. Всем хороших снов. Сладких снов. Если это ночь. Я не знаю, в какое время я выложу этот влог. Но, в любом случае, я спать. Всем сладких снов, если кто-то вдруг смотрит вечером мое видео. Всем привет. С вами снова я, ваша Танюша. Сняла для вас сейчас обзорчик моих покупок из магазина «Маяк». И иду к мамулечке, к любимой. Делюсь своими вкусняшками. Еще у меня тут клубничка со вчерашних гостей привезла с собой тоже. В общем, сейчас пойду угощать мамулю. Вот такие вот у меня пироги. Очень вкусные все печеньки. Я довольна. Я надеюсь, маме тоже понравится. Особенно мои чьиорио. Кстати, клубника тоже неплохая. Хоть и турецкая. Но сладенькая такая. Ну, не прям, что вау, сахар. Но нормальная. Сейчас отнесу мамулю, покормлю. Жду, ко мне придет девочка на ногти. Буду работать. Ну, и вряд ли я ее буду снимать. Потому что эта девочка ко мне когда-то давно ходила. Но я не знаю вообще. Не помню, кто это. Ее не было у меня уже год. Она у меня есть в телефонном справочнике. Но я не поняла, кто это. Поэтому, ну, незнакомых я стараюсь не снимать. Как-то так. Ну, мало ли. Может быть, человеку это и не очень будет приятно, что я буду снимать, навязывать себе. Как-то не очень хочется. Вот. Но, тем не менее, если вдруг она разрешит, я, может быть, что-нибудь вам сниму, покажу. Или хотя бы даже чисто ее руки уже в конце. Покажу, сниму, какие мы сделаем ей ноготочки. Вот. В любом случае, я знаю точно, что у нее будет наращивание. Это вот единственное, что я могу вам сказать точно. Я отключаюсь. Пойду кормить мамулю. И готовить рабочий стол. Итак, мы начинаем делать красоту. Ко мне пришла Диана. Я вспомнила эту девочку. Она у меня была. Раньше ходила часто. Но вот большой был перерыв. И снова вернулась. Мы будем делать наращивание. Будем делать форму квадрат. А по цвету мы уже покажем вам в конце. Такие у нас ручки изначально. Покажем вам наглядно, какие они будут уже после преображения. В общем, три часа мучений. И такая у нас получилась красота. Арочный квадрат сделали. Цвет у нас почти как родные близняшки. Нюдовые. Вот такая вот прелесть. На сегодня я свободен. Ты довольна? Да. Самое главное. С удовольствием. И снова доброе утро. А у меня сегодня завтрак. Так, смотрите, кто к нам идет. Идет, идет. Ну, доброе, доброе утро. Что ты? Иди сюда. Да, куда ты? Куда? А ну-ка, стой. Овсяночка любимая. С вареньем из лепестков роз. Ну, и, конечно же, у меня еще. И вот так вот мы поставим еще клубничку для красоты. Осталась у меня последняя клубника из моего запаса. Я ее прям что-то долго ела в этот раз. Как ни странно, очень люблю клубнику. Но в этот раз я почему-то, да, там сколько у меня килограмм был, я его ела, наверное, мне кажется, вечность. Слушайте, прям хоть это, фотографирую постер какой-нибудь. Красота. Произведение искусства. Всем хорошего дня. У меня столько новостей. Я просто в шоке. Я не знаю даже с чего начать. Сейчас буду все по порядку вам рассказывать. Спешу поделиться. Прям наболевшим. Прям вообще пипец. Короче, мой ноутбук. Мой бедолага-старичок стал кряхтеть и задыхаться. После ремонта, да, вот что мы там ему там пастой этой новой залили. В общем, ничего особо не изменилось. Скорость его как была заторможенная, так и осталась. Нет, ну он как бы работает. Но, знаете, с такой скоростью работать уже это как бы накладненько для своей нервной системы. И что мне посоветовали? Ну, как бы мне это изначально, еще до того, как эту пасту туда там, да, влили, сказали, что тебе бы пора его поменять. Ну, я сама об этом знаю. Я свои как бы такие техники, да, гаджеты эти раньше меняла по истечению там, ну, 6 лет. И уже нужно, конечно, более обновленные версии покупать. Более такие уже приспособленные модели к новым этим пропускным там каким-то там системам. Тем более я сейчас работаю, да, с обработкой видео, вот, для канала. Мне нужны, конечно же, гаджеты более современные. Я это понимала. И что вы думаете, к чему я пришла в итоге? Я подписалась на кредит. Я беру новый себе компьютер. Во-первых, потому что у меня уже болят глаза. В ноутбуке вот этот экран, он для меня очень маленький. И у меня болят ужасно глаза работать. Я сейчас в очках работаю, да, и пью дополнительные витамины для глаз. Уже вот последний месяц вот этот вот. Потому что у меня безумно болят глаза. У меня напрягаются капилляры. Бог, тут даже получше. Так поставлю, чтобы не тряслась камера. У меня напрягаются глаза, сильно устают. Я просто уже не знаю, это работа какая-то. И молока никто не выдает. Вот даже нелегкая эта работа, я вам скажу. И вот последние несколько дней я сейчас бегаю, занимаюсь уже со своим ноутбуком. Узнавала, где какие кредиты мне взять. Вообще смогу ли я. И чтобы брать новый компьютер. Это, конечно же, по деньгам немаленькая сумма. Я вам скажу честно, это вот. Короче, я подписалась на 60 тысяч. 60 тысяч кредит. Ну, там с хвостиком еще, короче. Еще нужно докупать кое-какие комплектующие. 60 тысяч мой будет новый компьютер. Я в шоке. Сейчас я непосредственно вышла уже с этого магазина. Вчера я оформила онлайн заявку. Сегодня я приехала, подписала все договоры. Вот. Завтра мне придет первая часть комплектующих. Потом мне придет еще часть комплектующих. Я тупанула еще одну деталь. Представляете, я заказала, когда отдельной заявкой подала тоже кредит. Я тупанула. Я написала в адрес доставки не город Ростов. Я вообще ничего не вставляла. Я просто автоматически классила, классила. Я и, короче, наклацалась. Все, автоматически оформлена заявка. Перебить адрес уже никак нельзя. Я уже всех сотрудников измучила этим вопросом. Перебить адрес нельзя никак. Мне придется ехать в Азов. Блин, прикиньте, вообще. Там такие ужасные дороги, боже. Если вы когда-нибудь были в Азове, вы меня поймете. Если нет, то поверьте на слово. Вот в Ростове, да, ужасные дороги. На Азове еще хуже. Там просто их, вот, я не знаю, там огромные какие-то траншеи. Как будто там бомбежка была. И вот после этого там даже не ступала нога человека. Мне придется ехать в Азов. Это километров 60 от Ростова. Короче, за отдельной одной. Одной всего лишь запчастью, да, для компьютера. Короче, в разные дни придут все мои эти детальки. Я сейчас буду пока еще заканчивать работу на своем. Ну, делать крайние вот эти вот последние свои видюхи. Ну, не последние, крайние. Но, в общем, еще на ноутбуке работать. А потом мне, когда все перекинут, уже я попросила своего друга. Он очень хорошо разбирается в этой технике. Он мне все это настроит, подключит. Все это дома установит, там винду, как положено. Короче, я просто вообще не алло в этом деле. Можно было нанять мастеров, но мне приятнее, когда это свой человек сделает. Знаете, все-таки у меня там какие-то там мои личные документы хранятся тоже в компьютере. Поэтому я хотела, чтобы этим занимался именно вот свой человек, которому я доверяю. Вот. И, конечно же, я с тем самым еще и сэкономлю. Вопрос экономии сейчас у меня будет стоять вообще просто на первом месте. Потому что я так прикинула, короче. Я взяла не кредит, я взяла рассрочку на полгода. И я так прикинула, что, короче, в этом году, походу, я на море не поеду. Теперь из-за этого кредита. Ну, может быть, если только на пару дней. Да. И мои доходы, они сейчас не это. У меня еще там приезжий кредит имеется, не закрытый. И мой прожиточный минимум тоже месячный, как бы тоже составляет энное число. И теперь еще этот кредит. Блин, я в шоке, конечно. Вообще, ну, блин, полгода, полгода. До сентября я немножко надо будет прям подтянуть ремни. Но такая ответственность, она мне нравится. Я прям чувствую, что сейчас я буду еще пуще прежнего работать, еще активнее. Искать какие-то лазейки, где можно будет дополнительно заработать копеечку, чтобы так же вот закрыть побыстрее все эти свои долги. Ну, я легких путей никогда не искала. Поэтому, в принципе, я не расстроена. Это наоборот. Даже такой вот вклад именно действительно в свои какие-то лучшие, в свое лучшее будущее. Это время, оно грело, да, оно ждало меня. Но вот оно настало сейчас. И именно вот надо сейчас, это пока мой ноутбук. Он работает, он подойдет кому-то для работы, как в офисе. Я его изначально покупала, он шел по своим техническим характеристикам для работы в офисе. Я на нем делала контрольные, курсовые, там, да, для хранения он, как бы, фотографии подходит вполне. Видюшки, там, да, киношки на нем смотреть тоже нормально. Но вот именно работа в программе, да, в редакторе, где я работаю, видео монтирую, она его немножко, конечно, дала нагрузку на процессор, после чего он стал задыхаться. Вот, эти перегрузки, они ему, ну, не пошли на пользу. Вот, если вы там, да, кто-то там еще думает заняться, там, блогингом, да, YouTube качать, то имейте в виду, что вот эти все гаджеты, это вложение, конечно же, все, что вот требуется для начала, это вот ваше рабочее место. Вот этот вот станок, где вы будете нарезать ваши видюхи, это вот самое основное, куда придется первым делом вкладываться. Потому что глаза, глаза, да, вот работа, да, я работаю глазами. Мне нужен хороший экран, хороший монитор. Мой старый монитор, он без защиты. При длительном контакте работы с этим монитором у меня даже лицо как будто бы каким-то жиром покрывалось. Оно без защитного какого-то там IP, там, матрицы. В общем, я сейчас беру хороший монитор, он идет большой, с защитным вот этим покрытием, IP-матрица, там, разрешение, не бьет вот это вот свечение по глазам. То есть я смогу спокойно работать, в общем, без перенапряга для своих глаз. Это вообще моя мечта была уже давно прям голубая, розовая или там фиолетовая. И вот я, наконец-таки, да, решила, ну а почему нет? Как бы я сейчас, да, планирую дальше двигаться, развиваться. И мне нужно, чтобы я не загибалась за этим рабочим своим местом, не измождяла, да, господи, не изможжала себя. И только вот как-то хоть, ну, более-менее нормальные, комфортные условия труда себе создала. В общем, бла-бла-бла. У меня просто вот это вот прям еще один кредит. Я не знаю, блин, тяжко, тяжко. Но я во благо, делаю себе во благо. В общем, такие у меня вот новости. Жду, когда все приедут мои в запчасти. Покажу вам, какие у меня будут обновления, конечно же. Сделаем, может быть, даже распаковочку вместе с вами моих всех приколюх. Ну, посмотрим. Я просто сама там лазить не буду. Конечно же, будет мне это все мастер собирать. Ну, мастер, он же мой друг. И я там, наверное, свои клок-розяблы распускать не буду. Иначе я боюсь вообще, что это что-нибудь там, какой-нибудь проводок задену. Не дай бог. И что-нибудь сломаем. Вот. Ну, блин, я теперь жду. Я жду, я в ожидании чуда. И дай бог, чтобы все скорее пришло, как можно скорее. Ну, до конца апреля все в запчасти эти будут уже у меня. Просто в разные дни все это поступление, короче, как-то фигня, короче. Ну, до конца апреля я уже буду сидеть за новым, новым компьютером. А потом я, наверное, свой ноутбук продам. Ну, или, может быть, не знаю, там, попредлагаю, может быть, кому-нибудь из своих, может, там, племянникам нужно. Ну, как бы дарить, конечно же, я не буду такие вещи. Я планирую его еще продать, потому что мне кредит гасить. Ну, как бы, посмотрим. Посмотрю по его характеристикам. Сейчас доллар дорожает. И в любом случае любая техника сейчас не дешевеет, не падает в цене. И кому-то для работы в офисе или, там, не в офисе, дома, да, для работы, там, студентам, он еще очень-очень много лет прослужит. Потому что я его даже перед этим, вот, своим, там, началом блогинга, я его прокачала. Я туда 15 тысяч зарядила только в запчастей. У меня все, там, видеокарты новые, новые эти, господи, ну, очень многое что там понафаршировано. Поэтому я еще, надеюсь, его повыгоднее тоже, как бы, продать. Потому что те в запчасти, которые я покупала в том году, да, я в сентябре начала, вот, как бы, заниматься ютубом. И я покупала их по одной цене. Сейчас ценник на все эти комплектующие гораздо, гораздо выше. Вот, поэтому я думаю, что этим еще ноутбуком я закрою часть кредита. Но, надеюсь, в общем, что будет вот так. Ой, блин, горит лампочка красным цветом. Надо ехать заправляться. Сегодня такая шикарная погода, солнышко, очень тепло. Дома есть нечего, блин. Кроме этих печенюх, после обзоров маяка и, я не знаю, дома, как обычно, у меня только сладости. Существенной еды нету, нету, надо что-то готовить. Но мне не хочется ничего такого серьезного. Я вот хочу, не знаю, может быть, капусты потушить. У меня в голову прилетел рецепт, я не хочу, чтобы было жареное, чтобы меньше было масла. Я не знаю, сейчас посмотрю. Мне вот он прилетел в голову, вот один рецепт такой оригинальный, как потушить капусту без масла, без жира, чтобы она такая была прям постная, диетическая. Я посмотрю, делал ли кто-нибудь так раньше, можно ли это делать. Ну, а если даже не делал, я, наверное, рискну и сделаю сама так. И поделюсь, конечно же, этим с вами. Будет мой личный эксперимент постненького меню, как потушить капусту. Да. Я поехала домой, меня еще сегодня ждет клиентка, приедет к шести. А-а-а, уже скоро, мне надо лететь, чтобы не попасть в пробки, блин, застрындилась. Я поехала домой, да, сегодня у меня работа, потом буду, наверное, готовить, кушать и заниматься уже, монтировать это видео для вас. Надеюсь, вам оно интересно, что у меня происходит в жизни и, может, даже полезно. Ну, я еще с вами не прощаюсь, мы еще будем, наверное, что-то готовить. Так что, поехали домой, дела великие творить. Ну, я, наконец-таки, уже дома. Любаша выбирает себе дизайны. У меня целая стопка наклеек, мы не можем определиться. Люб, выбрала? Да. Покажи. Так. Что будем делать? Вот это у Микиноуса. Ага. Так. И? И айланд. Ой, класс, няшно. Давай. Так, давай покажем твои ручки. Что у нас? О-о-о-о, Люба, Люба. Давно ты у меня не была. Капец. Ну что, мы тройку, да, или двойку? Двойку. Двойку или тройку? Двойку? Да. Да, хорошо. Ну, может, там еще побольше. Так, слушай, ну, ты прямо. Это не щадя использовала. Ладненько. Мы начинаем создавать красоту, Любе. И, конечно же, покажем вам результат. Что ты нашла? Я огонь... А, блин, Люба. Я же говорю. Я же говорю. Люба. Ну, тогда, наверное, все девочки как девочки, а я принцесса. Вот это? А, ну, тут еще, да, нормально, так поприличнее. Не, ну, тебе же еще на учебу ходить. Какие такие вот слова. Тебе из дома выгонят. Да не, мама была бы не платить за мной. Ладно, давай, может, сейчас еще посидишь, поразглядываешь, еще передумаешь. Ну, давай. Ну, делимся своей красотой, своей радостью. Смотри, какие у нас офигенские получились ноготочки. Вот эту руку. Короче, они просто бомбические. Мы обе довольны. Люба, ты довольна? Я в восторге. Чуть-чуть кутикулку подмучили. Но, я думаю, комиссия нас проверять не будет. Поэтому нам все вот эти нюансы растят. Маус этот просто... Это будет тренд этого лета, реально. Джинсы, белая футболка, кроссовки и вообще просто огнище. Все, вот такие у нас коготочки получились. Мы на этом с вами прощаемся. Не, не, точнее, я еще не прощаюсь. Любочка прощается. Любаш, все. Ты доволен? Да, я очень доволен. Отлично. Все, давай, носи с удовольствием. Спасибо. Пока-пока. Всем доброе утро. Не стала я вчера ничего готовить. Вымоталась просто из сил. Я не знаю, у меня что-то дни какие-то последние насыщенные безумно. Я еле успеваю все делать и работать и на канале, и тут. И студенты навалило просто студентов. Короче, не обращайте внимания. Я только проснулась. Сейчас буду опять работать. Вот уже загрузила в ноутбук видосики. Сейчас пойду позавтракаю и буду работать. Да. Я не жалуюсь. Я наоборот только рада. Когда есть работа, это значит, что есть возможности что-то реализовать. Когда есть работа, это хорошо. Это очень хорошо. Сегодня, по-моему, у меня последний день с моим ноутбуком в жизни. Я отхожу, смотрю на него, поглядываю, вот, и думаю, что... Колени хрусят. И думаю, что... Ах, сколько лет мы с тобой прожили, мой хороший, мой родной. Сколько ты мне помог сделать работу? Будет ли мой новый друг так же мне помогать? Ну, конечно, будет. Будет еще лучше. Не зря же его за столько денег берут. Вот. Так что ничего я не приготовила. Да и готовить, видимо, уже нет у меня времени. Поэтому я, наверное, буду заканчивать этот влог. Мои дорогие, ненаглядные. Сейчас иду завтракать. Боже, что я такая опухшая. Знаете, что я хотела показать? У меня снова зацвел жасмин. Смотрите. Вот. Еще два цветочка распустились. Представляете, какая прелесть? Аромат на весь дом. Ну, до первого этажа не знаю, доходит или нет. Но на втором этаже я просто просыпаюсь под аромат этого цветка. Я кайфую. Я не знаю. Для меня лучшего растения цветка нет вообще. Это любовь-любовушка моя. Он вечно цветет. Вот здесь еще один завязывается. Вот батончик. Видите? Вот этот вот. Вот тут, если посмотреть, еще где-то, наверное, есть. Ну, а. Это он же или не он же? Или не он же? Вот он. В общем. А нет. Да, это не он же. Вот еще два батончика. Ну, может, еще завяжется там где-нибудь. Надо будет потом посмотреть. Обожаю это растение просто. Самое-самое мое любимое. Оно мне подходит прям. Ну, как бы видите, да? Мы цветем и пахнем. Круглый год. Что зимой я его, да? А, нет. Я его в марте прикупила и завела. Но он такой, он вечно, круглогодично цветущий, по-моему. Кстати, у меня и вот этот каланхой, который на подоконнике стоит. Он у меня тоже цветет. Я не помню, он зацвел в марте или в феврале, но вот тут прям вот этот куст, как сирень. Он цветет и отцветают вот эти вот отсвевшие вот эти вот, видите, да, цветочки желтенькие. Они отцвели, а новые прям появляются и вновь, и вновь. Это я его помню. Может быть, он у меня долго стоял, обсыпался. Кто смотрел мои первые видео про мои растения, тут коряга вообще стояла такая сухая. Я прям пень. Я ее разделила, рассыта, черенковала на отростки и пересадила. Короче, вот это из отростка свежевыращенного. Вымахал такой вот кустяка и долго не зацветал. Я его обламывала, обламывала. И вот в конце концов он все-таки зацвел и цветет уже непрерывно. Прямо столько времени, я прям кайфую от него. Сейчас покажу вам еще кое-чем. Вот этот веточка колонхой, который упал то ли на 14 февраля, я не помню, то ли на 8 марта, отвалился. Я его в рюмочку поставила, вот так в бокальчик. Он тоже начинает зацветать. Смотрите, завязался бутончик. И он прям вот... Ну, его, конечно, уже давно пора пересаживать, но у меня все, на него никак руки не дойдут. Но, тем не менее, просто смотрите, да, как приятно у меня в доме все цветет. Я вообще прям счастлива. Обожаю цветочки, цветуётички. Такая вот прелесть. Вот только ирис, правда, уже это, отцвел. И надо его высадить, наверное, во двор. Вот. Надо, надо, да. У него уже луковица как будто подсохла прям. Что-то потухло. Он воды не просит, он подсох, потому что что-то ему не нравится. Может быть, надо побольше земли, наверное, там корень разросся. Ему не хватает земли, пища фиалочка отцвела. Что-то, конечно, не нравится мне, только она себя ведет. Болеет, что ли. А вот этот цветок никогда не болеет. Вообще, вечно цветущее растение. Тоже обожаю его вообще. Вот реально не капризный, ничего. Поливаю, и всё. И вот эти вот красные вот эти лопухи круглый год, как цветок, да, вот как цветущий, расцвёлший, прям огненный. Ну, класс, обожаю. Оттащусь от этих цветов. Я вообще фанат всех растений. Это моё любимое, нежное деревшко. Вот. Ну что ж, на этом буду заканчивать этот влог. Слишком насыщенный получился. Очень много всего вам рассказала, поведала в свои грядущие планы. Надеюсь, вам было интересно. Кому-то даже было полезно. Не забывайте ставить свои пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Если вам интересно продолжение моей истории. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok